Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Контекст» на телеканале «Универтова». Как же быстро летит время? Октябрь на излёте, впереди нас ждёт зима. Итак, сегодня в программе. Большая политика России и Узбекистан, сотрудничество в науке и высшем образовании двух стран, переживать небывалый подъём в новейшей истории двух стран. Цель близка. Вхождение Казанского федерального университета в топ-100 предметных рейтингов лучших университетов мира к 2020 году принимает всё более явственные и реалистичные очертания. Что мешает развиваться Казанскому федеральному университету? Фрагмент интервью ректора Ильшата Гафурова в передаче генерального директора АОТА от Медиа Андрея Кузьмина. Мадьярский симпозиум в Казанском федеральном университете. Кто такие мадьяры и почему они так нам интересны? Большая делегация России во главе с президентом Владимиром Путиным была принята с небывалым радушием в республике Узбекистан во второй половине октября. В составе делегации были президент Татарстана Рустам Мениханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Надо сказать, что буквально меньше месяца назад ректор Ильшат Гафуров уже побывал с визитом в Узбекистане, где участвовал в переговорах с ректорами узбекских университетов и принимал участие в открытии Ташкентского офиса Казанского федерального университета. Итак, состоялось историческое событие. Большая политика России. Узбекистан приобретает совершенно новое дыхание. Президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мерзиев провели прорывные переговоры. Строительство первой в Центральной Азии атомной электростанции, совместное производство оружия, геолого-разведка и даже план создания радиоастрономической лаборатории. Предполагаемые планы сотрудничества превышают объем экономических связей Узбекистана, не то что с соседями, но и с крупнейшими мировыми финансовыми центрами, например, с Францией, США или Германией, и увеличивают отрыв от наступающего на пятки Китая. В составе большой российской делегации президент Татарстана Рустам Мениханов и ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Что для работы атомной электростанции, что для исследования космоса необходимы соответствующие кадры, а для их воспитания необходима мощная образовательная база. Между тем и геолого-разведка, и исследования в астрономии, как нельзя лучше ложаться в логику развития Казанского федерального университета. К тому же ученые Казанского университета совместно с узбекскими коллегами уже вовсю принимают участие в совместных публикациях в топовых научных журналах. Между тем, еще недавно, в конце сентября, ректор Ильшат Гафуров подписал ряд совместных соглашений и договоров с узбекскими университетами, участвовал в открытии Ташкентского офиса Казанского федерального университета. Успехи сотрудничества подтолкнули стороны к проведению и расширению договора. В числе приоритетов совместные образовательные программы, научные исследования, подготовка специалистов по отдельным отраслям для Республики Узбекистан, а также сотрудничество по совместному использованию лабораторий. Это связано еще и с тем, что Узбекистан вкладывает большие средства в модернизацию своих университетов и научных лабораторий, в связи с чем вырастает потребность в квалифицированных научных кадрах, подготовкой которых готов заняться Казанский университет. В рамках Российско-Узбекского образовательного форума были подписаны соответствующие соглашения. К инициативе Казанского федерального университета присоединился и Ташкентский государственный экономический университет. Число студентов из Узбекистана в Казанском федеральном университете неуклонно росло в последние годы. Большая часть этих студентов выбирает для себя экономическую специальность. Во время нынешнего визита Ильшата Гафурова также шел разговор с вузами Узбекистана об обучении студентов и на специальностях естественно-научного направления. В рамках первого форума межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном прошла церемония подписания соглашения между КФУ и Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Вузы являются партнерами с 2014 года. И в углублении сотрудничества будут реализованы образовательные программы по биологии, медицине, фармацевтике, филологии, лингвистике, нефтегазовой технологии и других областей. Переподготовкой и повышением квалификации сотрудников Узбекского университета. Также будет открыт образовательный культурный центр Института Каюма на Сырии КФУ при Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека в целях поддержки, популяризации и развития русского языка и культуры, татарского языка и культуры в Республике Узбекистан. В целом Казанским федеральным университетам было подписано различного рода соглашения с более чем 15 университетами Узбекистана. Ташкент – город Хлебный. Так говорили в советское время про Узбекистан. В годы войны здесь приютили и накормили тысячи советских людей, эвакуированных с прифронтовых территорий, разместили производство. На сегодня по темпам роста экономики эта страна подбирается вплотную к Китаю. И, как всегда, я передаю слово своему коллеге Рустаму Вафину, который имеет свою точку зрения на все происходящее. Для внешнего наблюдателя Узбекистана очень интересная страна. Сейчас там происходят интересные экономические реформы либерального толка, инициированные их новым президентом Шавкатом Мерзиёевым, цель которых – распутать те чрезвычайно опасные противоречия и вызовы, что в полный рост встали перед Узбекистаном во втором десятилетии XXI века. Что это за вызовы? В первую очередь, социально-демографический. Узбекистан испытывает колоссальное внутреннее демографическое давление, обусловленное высокой рождаемостью, дефицитом территорий, пригодных для проживания, и эффективной хозяйственной деятельности. Помноженное, к слову, на низкую эффективность этой деятельности. Если посмотреть на политическую карту мира, то по занимаемой площади Узбекистан выглядит достаточно крупной страной. Примерно, чтобы было понятно, нашим зрителям граница Узбекистана в пять раз в протяжении административных границ нашего родного Татарстана. Однако же большую часть территории Узбекистана занимает пустыни, предгорье, солончаки и прочие малопригодные для жизни человека земли. Пригодные же сконцентрированы в узком междуречье Мударьи, в плодородных долинах оазиса, например, Ферганской долине. Площадь этих оазисов как раз сопоставима с площадью Татарстана. Только у нас в Татарстане проживает 3,5 миллиона человек, и он считается густозаселенным регионом России. А в Узбекистане живет 32 миллиона, и подавляющая их часть сконцентрирована в тех самых плодородных долинах по площади, сопоставимых с нашей небольшой республикой. Понятно, чтобы ощутить масштаб данной проблемы, представьте, что население Татарстана одномоментно выросло в 10 раз, и всем этим людям нужны рабочие места, доходы, мер социальной защиты и прочие прелести современного общества. Что происходит, когда вызовы, порожденные социально-демографическим давлением, не находятся в решении? Нагляднее всего это демонстрирует события на Ближнем Востоке, получившие название «Арабская весна». Вот смотрите, Египет. При президенте Насере, когда Египет стал независимым, то есть это где-то 50-е годы прошлого века, население Египта составляло чуть более 20 миллионов человек. К 2011, к закату Мубарака эпохи, уже 80 миллионов. Долина Нила, обитаемая часть Египта, она ведь не резиновая, экономика Египта не относится к числу развитых, чтобы переварить такое количество ртов, молодых в первую очередь ртов. Социальный взрыв стал практически неизбежен. И он случился в 2011 году. Обуздать стихию этого взрыва в Египте смогли лишь военные, путем установления, по сути, военной диктатуры. А вот в соседнем Сирии, соседнем по региону, социальный взрыв обуздать не удалось. А между тем, его фундаментальные причины, те же, что египетские, к моменту обретения независимости в Сирии проживало порядка 5 миллионов человек, а к началу арабской весны уже около 20. Отсталые экономики развивающихся стран оказались просто не в состоянии переварить такое количество людей, молодых людей, что в Египте, что в Сирии, что в интересующем нас Узбекистане доля детей и молодежи в возрастной структуре населения составляет свыше 60%. Теперь в Сирии этих молодых людей переваривает гражданская война, стравливая таким бесчеловечным способом избыточное демографическое давление. Примерно такие же проблемы стоят и перед президентом Узбекистана Шавкатом Мерзиёевым. Причем решать надо срочно, иначе есть риски сирийского сценария. Идеи равенства и социальной справедливости, пропагандируемые исламистами разных мастей, и легко впитываются в обществах, перегруженных демографическим давлением. А разного рода спецслужбы, которыми обзаводятся представители подобных обществ, могут сдерживать это давление до поры до времени. У Узбекистану нужна современная экономика, способная занять и обеспечить доходами населения страны. Без современной науки, без современного образования, без современного высшего образования успешная модернизация невозможна. И Казанский университет своими совместными проектами с университетами Узбекистана способствует реформаторским планам Мерзиёева. Казанский университет впервые в своей истории стал российским лидером предметом рейтинга образования глобального рейтингового агентства Times Higher Education. Университет расположился в группе мировых вузов 101-125. Заняв первое место в России, далее идут Московские и Томские государственные университеты. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров заработал еще один весьма солидный аргумент в ответ своим критикам в Татарстане. Ведь с момента создания Казанского федерального университета не затихал информационный фон об ошибочности объединения педагогических вузов Татарстана. Напомню, это были Татарский государственный гуманитарный педагогический университет и Лабужский педагогический университет. Приводились разного рода аргументы, но суть была примерно одна. Педагогическая наука в республике, если уж не разгромлена, то находится как бы в глубочайшем упадке. Раньше как бы было лучше. Но влиятельный британский журнал Times Higher Education, публикующий рейтинги университетов мира, вынес свой вердикт в этом году. Times Higher Education утверждает, что с педагогической наукой в Казанском федеральном университете все очень даже хорошо. Казанский университет опередил все вузы России и на сегодня лучший в области педагогической науки. Первое место в России в ранге 101-125 предметного рейтинга Times Higher Education. В чем секрет такого успеха Института психологии и образования Казанского федерального университета? Как получилось так, что объединение двух разных педагогических вузов Татарстана, Татарского государственного гуманитарного университета и Лабужского педагогического института в Казанске федеральный университет не только не разбалансировало и науку, и образование, но и вывело через 7 лет напряженного труда в ранг лучших университетов мира. Накануне присоединения в 2011 году по такому важному показателю, который, наверное, определяет качество подготовки будущих учителей. Я говорю о качестве абитуриентов. Дело в том, что все вузы ранжируются Российской Федерации по среднему баллу ЕГЭ поступающих. Ну, известно, что из плохого выпускника школы хорошего учителя не подготовишь. И вот по этому показателю Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет в 2011 году занимал 54-е место в России, а Елабужский государственный педагогический университет занимал 72-е место в России из 100 вузов. То есть лидерами, как некоторые думают, мы, безусловно, не были, а сейчас мы традиционно в числе пяти лучших вузов в России, которые отличаются качеством приема. И на протяжении последних двух-трех лет мы традиционно имеем средний балл примерно 72-82 по разным профилям подготовки. Я бы подчеркнул, что на некоторые профили конкурс достигает до 50 человек на одно бюджетное место. Это, наверное, один из показателей, как изменилось педагогическое образование. Что бы я хотел отдельно отметить, это, конечно же, тот синергетический эффект, который подготовка учителей в КФУ получила благодаря слиянию педагогических вузов с классическим. Каждый имеет свои преимущества. Классические университеты имеют очень сильную фундаментальную подготовку, они имеют для этого соответствующее лабораторное оборудование, практикумы. А педагогические вузы, не имея того, имели, с другой стороны, очень сильную методическую подготовку и очень сильный воспитательный компонент. И вот эти преимущества, отсекая, безусловно, негативные стороны, мы соединили в Казанском федеральном университете и смогли построить свою модель подготовки учителей, которая признана сейчас уже в рамках Российской Федерации и получает все большую популярность среди зарубежных коллег. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров как всегда пошел своим путем, подготовив необходимую инфраструктуру для коренного перелома парадигмы развития учительских кадров. Были использованы все преимущества классического университета, коими является Казанский федеральный. Инфраструктура и ученые в области фундаментальной науки по физике, химии, биологии, математике и другим предметам приняли непосредственное участие в подготовке учителя 21 века. Студенты, будущие учителя проходят обучение распределенным образом у ученых-преподавателей, предметников в их институтах. Но для того, чтобы по мнему теории получить практические навыки для студентов, оборудованы специальные лаборатории в рамках средней школы прямо в самом институте психологии и образования. То есть, выпускники Казанского федерального университета, приходя в качестве учителя в конкретный класс, скажем, в лабораторию по химии, уже не теряют времени на адаптацию. Они уже проделывали разные химические опыты не раз в стенах университета и не только. Два лицея. Лицей имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета и IT-лицей являются площадками отработки новых технологий в образовании. Студенты здесь нарабатывают для себя бесценный опыт, апробируют новые подходы в образовании. Такого комплексного обучения обычные педагогические вузы дать не в состоянии, просто в силу своей специфики. В Казанском федеральном университете действует уникальная непрерывная система образования. Судите сами. Детский университет закрывает нишу дошкольного возраста. Два лицея представляют собой среднее образование. Университет в классическом виде дает высшее образование, аспирантуру, переподготовка и повышение квалификации учительских кадров также проходит в стенах университета. Университет третьего возраста встретит вас и примет даже после окончания трудовой биографии с выходом на пенсию. Собственно, именно поэтому прием в Институт психологии и образования и растет из года в год. Другим показателем продвижения в рейтинге является научно-исследовательская работа. И вот здесь мы тоже нашли очень оптимальные пути своего продвижения. Дело в том, что, наверное, в педагогическом вузе, и я могу спорить со своими коллегами, как такой серьезной науки не было. И вот то, что в рамках одного университета мы получили возможность коммуникации с представителями самых разных наук, мы получили возможность для научного диалога, мы получили иную материальную базу, мы получили возможности более широкие для его саморазвития. Это и курс повышения квалификации, это приглашение зарубежных и российских ученых, это поездки на конференции. Все это позволило, конечно, изменить нашу тематику научной работы. И здесь бы я отметил очень важный, качественный переход. Изначально ректор Ильшат Гафуров настаивал на том, чтобы ученые Казанского университета в своих научных контактах большей частью ориентировались на университеты лидеры в мировом табеле рангов. Очевидно, что ученым Института психологии и образования КФУ это удалось в большей степени. Наши исследования, которые мы стали проводить, стали очень интересны, в том числе и западным коллегам. Дело в том, что выезжая на различные конференции, прежде всего за рубежом, слушая зарубежных коллег, в мире сейчас очень популярны и очень важны сетевые сравнительные исследования, когда ту или иную проблему, например, проблему буллинга, исследуют представители разных стран и находят специфику, особенности, общие черты этого негативного явления в разных странах и, может быть, обмениваются опытом преодоления этих проблем. И вот эти сетевые исследования, которые мы изучали, мы видели, что Россия там не присутствует. Обычно на таких презентациях показывается карта, и Россия была или черным, или белым пятном. И мы всегда проявляли свой интерес, мы включались в эти исследования, и нас стали приглашать, и в результате стали возникать очень интересные проекты, исследования, мы стали получать гранты. И свидетельствую этому являются не только рост публикации высокорейтинговых журналах, по которым мы являемся лидерами в Российской Федерации, и вообще мы входим уже в число 100 лучших университетов мира по публикационной активности в области education. Наше достижение по продвижению в рейтингах было связано с тем, что мы имеем высокие показатели цитирования. И вот здесь мы для себя усвоили такой совершенно неожиданный для нас эффект. Дело в том, что, несмотря на всю ту критику и, возможно, ошибки, которые мы имели в первые годы, мы стали российскими лидерами по публикациям в области подготовки учителей в наукометрических системах Scopus и Web of Science. И после нас, спустя 2-3 года, а мы стали пионерами, в это движение все активнее стали вовлекаться другие российские вузы, потому что количество публикаций в системах Scopus и Web of Science является сейчас одним из критериев эффективности деятельности вузов. И в этот процесс с опозданием на 2-3 года вошли другие вузы. И при оформлении своих научных работ они должны строить научный аппарат. И, прежде всего, ссылаться на какие-то работы. И вот здесь оказалось, что 90% статей по этой проблематике — это статьи ученых Казанского федерального университета. И поэтому нас активно начали цитировать, на нас стали ссылаться. И это тоже стало одной из причин и факторов, которые повысили наше цитирование и сделали нас в мировом сообществе. В этом году на конференции Британская ассоциация исследований в образовании — это одна из самых старейших ассоциаций в мире по области education — очень консервативная, с очень жестким отбором. Отбирается только треть направленных заявок. И там, где большая честь принять участие даже для британского ученого. В этом году на этой конференции участвовало шесть моих коллег. И по числу представленных докладов мы стали лидерами среди неанглоязычных университетов мира. Я думаю, это очень хороший показатель, который тоже идентирует нашу работу. Что у нас очень хорошо получилось, то есть в первую очередь цитирование. Мы очень резко подняли этот показатель. Это говорит, что все-таки качество публикационной активности сыграло здесь вот, скажем, свою, это важно определяющую роль. Доход от промышленности и международная это представленность. Вот эти три фактора, они... То есть мы, в принципе, по всем выросли, но вот эти три фактора выросли, это больше всего. Это результат того слияния. Помните, мы же все время жаловались, всех нормально присоединили, а нас это в основном присоединили гуманитариев и education. То есть у нас вообще, то есть самые крупнейшие структуры, которые были в регионе, это Татарский гуманитарно-педагогический университет, Елабужский педоуниверситет. Ну, практически, я думаю, вот сейчас в нашем университете сосредоточено не менее 80% вообще потенциала Татарстана, где-то процентов, наверное, до 25 четверти, это по поволжье в области education. Журнал образования и саморазвития усилиями ученых Казанского университета в этом году вошел в базу данных Скопус. Получилось это не сразу и нелегко. Журнал образования и саморазвития за свои, в кавычках, успехи до 2010 года был дискредитирован диссернетом. В публичном пространстве. И стояла дилемма, либо закрыть журнал вовсе и начать с нуля, создавая абсолютно новый журнал, либо отбеливать и очищать то, что уже есть. Выбрали вариант очищения репутации действующего издания. Главным редактором стал британский ученый Ник Рашпи, профессионал своего дела. Это помогло избежать множества ошибок и значительно сократило время признания качества публикации в научном мире. Банальный принцип – кадр решает все. Здесь работает и работает успешно. Мы работали с различными программами. Среди них я отмечу российскую программу «Глобальное образование», которая направляла довольно большое число российских выпускников для обучения в зарубежные ВОЗы. И они начали возвращаться. Они должны отработать три года в российских ВОЗах. Мы вместе с Высшей школой экономики стали лидерами по числу принятых выпускников этой программы. Более того, состоялся недавно семинар этой программы. Он курируется в Сколково. Он состоялся здесь. И наш опыт сейчас транслируется для всей России по адаптации и вовлечению выпускников этой программы в научную деятельность. То есть, правильно я понимаю, наши соотечественники, которые учились там, за границей, по программе Российской Федерации, за большие деньги, вернулись в результате конкурса или как? Вы вакантные места, как Вы их сюда прилагали? Дело в том, что действительно желающих найти, получить работу в Казанской Федеральном Университете было достаточно много. Мы провели первоначально, в течение двух лет мы проводим плановые собеседования и отбираем, находим, во-первых, компромиссы и в оплате туда, и в условиях жизни. И вот сейчас у нас работает несколько. Это в основном выпускники таких ведущих британских университетов. King's College of London, университет Сонгентона, университет Бирмингема. И эти молодые исследователи, да, они приезжают, работают здесь. И многие из них, я думаю, тоже очень интересны. Я скажу лишь, что, например, две молодые исследовательницы Дарья Ханулайн и Ирина Семенова, они просто-напросто сейчас имеют массу предложений, чтобы проводить свои исследования в Швейцарии, в Германии. То есть их поездки оплачиваются, тем самым они тоже продвигают нашу казанскую науку. Четвертый педагогический форум, прошедший в мае этого года в Казани, показал, насколько велик интерес ученых мира к опыту Казанского федерального университета. В Казань съехались ученые из лучших мировых университетов, в частности Оксфорда, Глазга, Дублина, Мичигана, Дрездена. Форум стал крупнейшей в России научной площадкой по обмену передовым опытом по подготовке учителей между российскими и зарубежными исследователями. В итоге мы имеем с вами уникальный, я бы даже сказал, исторический момент, когда университет в области педагогической науки и образования оказался в числе лидеров в России, вплотную приблизившись к заветной сотне ведущих университетов мира. Было ли когда-нибудь нечто подобное за всю историю педагогического образования в Татарстане? Нет, такого не было. Мой коллега Альберт Бигбов хочет добавить свои соображения по этому поводу. В конце сентября авторитетный британский журнал Times Higher Education опубликовал результаты общего ежегодного рейтинга лучших университетов мира. Российским лидером в предметном рейтинге образования стал Казанский федеральный университет, который вошел в категорию 101-125 лучших университетов в мире. Он вошел в этот рейтинг впервые и сразу же завоевал самую высокую позицию среди всех российских университетов. Редактор глобального рейтинга Times Higher Education Эли Ботуэлл подтвердила, КФУ продемонстрировал особенно хорошие результаты в рамках такого критерия, как цитируемость. Рост в рейтинге напрямую связан с теми исследованиями, которые проводит Казанский университет. Развитие педагогического образования и подготовка современных учителей, ориентированных на работу в насыщенной информационной среде, является одним из приоритетных направлений КФУ. Создана развитая инфраструктура обучения, исследований и трансляции новейших разработок в практику преподавания. Все эти факторы были по достоинству оценены в самом престижном рейтинге вузов мира. Результатом в нашем будете довольны, и в будущем мы не собираемся давать завоеванные высокие позиции. Генеральный директор Акционерного общества Татмидия Андрей Кузьмин побывал недавно со съемками своей программы «Интервью без галстука» у ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафорова. Предоставляем вашему вниманию фрагменты этой программы. Что вам мешает развиваться? Что университету мешает сегодня развиваться? Сегодня хочу сказать, что понятно, что говорить о том, что мы имеем недостаточный уровень финансирования, это бесполезно. Сегодня нам под Казанскому университету, прежде всего, мы ограничены инфраструктурой. Сегодня даже если закупаем оборудование, нам некуда их ставить. У нас нет площадей. Потом мы находимся в центре Казани все-таки, и все наши здания – это здания, которые находятся под охраной Министерства культуры. Либо Российской Федерации, либо Республики Татарстан. Допустим, наш объект указан президента Российской Федерации. Он как особо ценный объект России признан. Вот наше главное здание. Мы с вами сидим в старом актовом зале. Тут стул нельзя подвинуть, да? Подвинуть можно, но поставить здесь систему кондиционирования уже нельзя. Вот вы видите, у нас даже старая система показа в виде фильмов, слайдов и так далее. Я все время спрашиваю, что вы на потолок не можете повесить здесь так, чтобы не таскать все это. Я говорю, мы не имеем на это права. И, наверное, это хорошо. Но с другой стороны, мы должны работать в современных условиях. И наши лаборатории, они должны быть не только оснащены, но они должны быть рядом все друг с другом находиться. Вот благодаря поддержке президента республики, компания ТАИФ, мы построили в свое время химический корпус, да? 7 тысяч квадратов. Казалось бы, ну вот, когда мы его еще запомним. Сегодня там места нет. Там перенасыщено оборудованием. Там в аудиториях, в лабораториях, точнее, очень много народу. То же самое, Парижская коммуна 5. Там некуда ставить оборудование. Университету не хватает места. Нам не хватает места для исследовательских лабораторий. Вот это самое, и самое главное, рядом здесь нет места, где мы что-то могли построить. Вот это главный сдерживающий фактор нашего развития. Образование в городах и районах республики. Вот Челны крупненькие, да, Альметьевск, там, и Лабуга та же. Я беседовал с Сергеем Анатольевичем Кагогиным, и он, значит, критиковал, что город, что уровень вузовского образования там низкий, и молодежь ездит в Москву, в Питер поступать, потому что не может получить достойного образования в этих городах. Как вы оцениваете работу в ваших филиалах, и что будет делаться в этом направлении? Вы знаете, здесь Сергею Анатольевичу можно согласиться и не согласиться. Все, молодежь уезжает не только из-за этого. Молодежи, в конце концов, нужно видеть, где он потом будет работать, и какую заработную плату он будет получать, и какие условия ему будут созданы, в том числе и что будет происходить на рынке жилья, и сумеет ли он по тем или иным программам получить это жилье. Я условно говорю, выпускник приходит работать на предприятии, и на что он рассчитывает? Да, он получил зарплату, и зарплату погасил, полностью ушла на аренду жилья, на еду. Поэтому ему надо дать возможности карьерного роста, позволяющего ему достойно монетизировать собственные способности. Либо тогда мы должны придумать разные механизмы получения жилья. Это один вопрос. Почему молодежь уезжает? Второй момент, я полностью согласен с тезисом, который сказал Сергей Анатольевич, но все в наших с ним руках. Поскольку он руководит крупнейшим заводом, который является градообразующим в городе Набережных Челнах. И мы же, если бы этот институт хорошо работал, его бы никто не передал в ЛОНа Казанского федерального университета. Для нас он сегодня не является как бы дополнительным каким-то стимулом в продвижении нас в глобальных рейтингах, поверьте. То есть для нас это определенный тормоз. Главная проблема там сегодня, это отсутствие общежитий. Мы об этом говорим и пытаемся там что-то делать, попасть в федеральную программу. Может быть, нас кручит, мы давали заявку, там будет юбилей КамАЗа, может быть, под это дело. Потому что если в Набережных Челнах мы профинансировали за счет университета достаточно большую сумму, мы подняли уровень заработной платы, там, по-моему, в среднем более 64, приближается к 65 тысячам. Для Набережных Челнов это очень хороший уровень заработной платы. Мы там сегодня боремся с уровнем коррупции, вы видите, что делается там. То есть люди привыкли получать, не зарабатывая, а так-сяк. Я не говорю о большом, о всем коллективе. Но мы будем это как бы выжигать. Других слов я здесь употребить не могу. Мы долго терпели и говорили в открытую, что мы сегодня в Набережных Челнах начинаем создавать специальную аудиторию для сдачи экзаменов, где все экзамены будут сдаваться под виде наблюдения и записываться даже разговор преподавателю и студенту, чтобы потом мы могли анализировать уровень сдачи экзаменов. Более того, это защитит и преподавателей. По одной простой причине, что всегда студент, который не может сдать экзамены, начинает обвинять преподавателя, что он там что-то с него выжимал или еще что-то делал. Поэтому это будут специальные аудитории, которые будут трансфироваться сдачей экзамены в онлайн. Если родители будут иметь претензии, мы всегда сможем показать, скажем, вот смотри, как твой чадо сдает экзамен. Поэтому я обращаюсь и к студентам, и к родителям. Готовьтесь к экзамену. В октябре прошел 4-й международный мадьярский симпозиум «Мадьяры в Северной Евразии. Истоки и традиции культуры». Венгры или мадьяры, как они себя называют, весьма интересный народ с точки зрения историков. По сути, все народы интересны, это банально, но венгры интересны в том смысле, что по их языку можно проследить очень тесную связь с далекими предками народов, проживающих в современной России. Впрочем, дадим слово ученому. Этот форум вобрал в себя лучшие научные силы, которые есть на сегодняшний день в евразийском пространстве. И я могу сообщить, что именно в Казань наш императорский зал прибыли ведущие исследователи не только России и Венгрии, но и целого ряда других стран, Ирана, Казахстана, Турции и так далее. И одной из тем и форума был анализ исследования уникального могильника, который расположен в Алексеевском районе Республики Татарстан, Большетиганский могильник, который, собственно, наши венгерские коллеги, да и мы и сами, признаем одним из самых значительных памятников, отражающих происхождение этого народа, то есть этапы движения этого пути. Рассматривались вопросы этногенеза, вопросы, связанные с духовной культурой венгерского народа, особенностями археологических поисков, останков территории, где они проживали. И я могу сказать, что вновь был обобщен опыт нескольких тысячелетий. Это путь продвижения, собственно, из Западной Сибири, Урала, современную Европу, народа, той эволюции, которую претерпевал этот народ на протяжении всей своей многовековой истории. Что касается Мадьяр, так называемых, существует несколько теорий. Две основные – это угорское происхождение и это тюркское происхождение. Вот и здесь баталии существовали и высказывали различные точки зрения. Но это свидетельствует действительно о том, что в свое время этнос с очень значительным угорским компонентом постепенно прошел путь трансформации и, начиная, собственно, с четвертого тысячелетия до нашей эры, где-то в период между тысячелетиями и пятисотлетиями до нашей эры, он заселяет этот народ, заселяет территорию Приуралия и Западной Сибири, очень близкие в языковом отношении к ним ханты и манси. Затем уже в новом тысячелетии, с началом современной эры происходит, и это, очевидно, связано с великим переселением народа, движения мадьярских племен. Постепенно они переходят, собственно, к Волге, они заселяют территорию, которая входила в орбиту интересов хазарского каганата. Они уже к этому времени кочевники, скотоводы, войны. Постепенно, опять-таки, идет движение, и они переходят в Причерноморье, заселяют большие территории. Ну и, собственно, вот с рубежом IX века связан переход через Карпаты в Карпатскую котловину и заселение этой огромной территории. И мы можем говорить, что после сотни лет боев за место под солнцем, вот в тысячном году нашей эры уже создается Венгерское королевство. Они, бывшие язычники, становятся католиками. Поэтому произошла трансформация. А в последующие тысячелетия народ приобрел уже целый ряд других культур, и городскую культуру, и вошел уже очень тесный контакт с европейскими народами. На сегодняшний день Венгрия – это современное европейское государство с развитой научной школой. И меня радует тот факт, что Казанский университет, Республика Татарстан, традиционно, начиная, собственно, с наших учителей, с Альфреда Хасановича Халикова, его супруги Эны Халиковой, эти исследования на протяжении последних десятилетий реализуются здесь, в Казани, в Татарстане. Наши партнеры на сегодняшний день – это базовый университет, в котором развиваются гуманитарные исследования. Один из самых старейших университетов в Венгрии, собственно, с 17 века ведет свою историю. Казанский университет, как вы помните, с 19 века, разница 200 столетий. Этим и обусловлена, собственно, и организация самого университета. Он чтит традиции, он был создан как религиозный институт, но сегодня это современное гуманитарное научно-образовательное учреждение. Да, традиционно ректором его является священник, и наш коллега, он действительно имеет духовный сан, но при этом показал себя очень разносторонним специалистом. Ректор – энергичный человек, который высказал несколько предложений для нашего университета. Я считаю, что они действительно весомые. Например, предложение использовать все возможности национальной библиотеки в Венгрии. Одно из старейшего книжного собрания, в котором хранятся уникальные хроники, рукописи. И в меньшей степени пострадала она во все эти исторические периоды. И у наших исследователей появляется возможность использовать материалы этого уникального библиотечного и музейного собрания. На этом позвольте завершить нашу программу и пожелать вам побольше здоровья в это непростое и непредсказуемое межсезонье в контексте неумолемы, проближающейся зимы. Всего доброго! Вы смотрели программу «Контекст» телеканала «Универтв». Вел программу. Ильдар Каремов. Редактор субтитров А.Семкин